Народная артистка Советского Союза Путь Лидии Крупениной в театре ярок и достоин Всяческого подражания и долгой памяти Сначала стремительное восхождение балерины к мастерству А потом деятельность педагога И весь ее путь к человеческому совершенству Она родилась в Москве В многодетной семье и совсем не театральной С шести лет начала танцевать в клубной самодеятельности И отсюда была принята через три года В балетную школу Большого театра Союза СССР Предмет горячих мечтаний многих ее сверстниц Сценическая практика воспитанников школы Проходила на сцене этого театра И казалось, путь ее предопределен И когда нам предложили много театров Рядом здесь И там у нас и Рига, и Горький И там очень много у нас театра предложили Ведущий Я никуда не поехала А вот приехал администратор из Новосибирска И нам рассказал, что новая сись театра построила Красавица Большой, просторный Очень так расхвалила нам Что ведь многие поехали в Новосибирск Раньше, когда ставился спектакль Там, ну, Маскараг, примерно Или Тосомы Смираль Это надо было почитать Какой образ ты танцуешь Я танцую, значит, в Маскараде Нину И я уже знаю, какой образ мне надо В каком веке это было Как она одевалась Какая у меня прическа Сказки спящие Щелкунчик Ну, Жизель Все вот эти книги у меня все здесь Я читаю С какими С разными балетмастерами я работала А их было очень много Потому что я, знаете, ну, наверное, вот за мои годы Это 60 лет я Ну, 33 года вот я танцевала Знаете, сколько было? Ну, наверное, 15 балетмастеров было Потому что первый был политмастер Это и создатель балетной труппы Это был Михаил Федорович Моисеев С Кландиванной Сальниковой Это муж с женой Потом был Павлов Ефимов Потом была Рамонова Потом Сатуновский Потом Гусев, Вайнонон Григорович Такие мастера Мастера У нас очень хорошие балетмастеры были Очень С ними работать было просто замечательно Я считаю, что, конечно, я выросла от того, что Балетмастеры менялись Они что-то вносили Каждый балетмастер вносил что-то в меня свое И вот, понимаете Да я люблю работать Балетмастер, еще когда работаешь с балетмастером Вы понимаете Он тоже любит, когда человек работает Активно отдает все Тогда и у него настроение Он вообще прям вот готов целый день с тобой работать Вы понимаете Да, еще он был Виноградов Который ставил Ромео Джулетты и Золушку Он был артист балетом Когда был у нас балетмастером Гусев То Гусев у него вообще-то Он очень хороший человек И вообще балетмастер хороший Но я его знаю И он меня знает еще с училищем Я была, когда я училась в училище в Москве Он у нас был художественный руководитель Поэтому мы с ним знакомы Когда он переехал сюда Я стою у станка Он говорит Ой, кухня у вас-то и здесь И вот так вот, вы знаете И он ко мне очень хорошо относился Репертуар балета Самый лучший в Советском Союзе А для человека это по-настоящему творческого Самый главный Это репертуар, где актер может себя выразить Ну, будет у вас в театре три спектакля Ну, что вы Ну, будет Лебединая, Щелкульчик, Жазель Ну, с пять красок Все А у нас были Анна Каренина Легенда любви Камень-цветок Спартак Ромео и Джульетта Макбет Лауренция Это постановки, которые переносили сюда Из Большого театра Кто-то нас ругал, министерство Что вы новый спектакль не создаете А все переносите из Большого театра А мы говорим А почему мы должны воспитывать артистов На лучшие достижения советской хореографии И тем самым знакомить Наши уважаемые зрители С лучшими достижениями Это же прекрасно Мне кажется Наш зритель Новосибирский Нас благодарил, что Не нужно было ехать в Москву Можно увидеть Новосибирский Да мы не только показывали спектакль Новосибирский Мы же по Сибири разъезжали Вадим Восток Хабаровск Кемерово Томск Новокузнецк Все эти Наши уважаемые зрители Могли Эти спектакли увидеть Поэтому мы всегда С критиками спорили Что нет А с другой стороны Поработать с таким Выдающимся мастером хореографии Великим человеком Как Григородыч Ни один театр периферии Практически не работал А мы Имея счастье с ним Работать Вадимир Васильев Выдающийся танцовщиком С ним поработать С Чебукьяни Вахтангов Михайлович С великим танцовщиком Хореографом Мы работали С Дудинской Сергеев Работали Васильевна Касаткина Работали С Мироном Голованов Работали Это же для труб Это большой творческий рост Это очень важно С кем работаешь Это лучшие люди В то время были В области балета И они с нами делились А репетиции как проходили Когда Григородыч и Васильев Проводили репетиции Сценические В зале и на сцене Ну Муха пролетит Наверное Можно было его услышать Это таким глубоким уважением Труб относилась Мне так повезло Мне повезло Все и Васильевич Во-первых Он им все брал на себе Я не знала Что такое магазин Я не знала Что такое базар Квартиру мыл он Стирал он Я Ну Кое-что делала Он мне даже не разрешал Он очень хорошо Относился ко мне Он меня как-то жалел И все время Потому что Ну и все-таки У меня нагрузка была большая Видите Ведущая А он Из Волгограда У него жизнь Знаете Очень интересная жизнь Юрий Васильевич Он В войну Десять лет У него не было ни родителей Никого Он жил с бабушкой И С дедом Началась война Я удивлялась Он говорит Ну как-то жить надо было Я пошел К сапожнику Говорю Давайте я вам буду помогать Ну вот Пришел И сапожник у меня принял Я помогала Что надо было Я ходила Белую везде Обили немцев Наши Говорит Пришли И солдаты Пришли Подчинять Сапоги Его взяли Он с десяти лет Был На войне Как сын полка Он там И учился Он кончил Семь классов Он Был Жанглер Он был В ансамбле Танцевал Он там Занимался Классикой Он Поехал в Москву И Его приняли В училище В последний класс КОНЕЦ Прежде всего Что отличало от многих Это ее трудолюбие И когда я пришел в театр Мой педагог Сергей Гавилович Иванов сказал Вот смотрите Как надо работать В театре Как относиться к театру Относиться к своей профессии Это вот Ирия Ивановна Крупеньевна И Юрий Васильевич Кривцов Это настоящие Труженики Поэтому Они Прекрасно танцуют И вот Видя Пример перед собой Наше поколение Взяли пример Хороший пример С этих выдающихся Исполнителей Ну По-моему Сами достигли Хороших Творческих результатов Мне повезло Что я пришел Наше поколение И мы брали все Лучшее И тем более В тот момент Когда театр был Большой славе И нам всегда говорили Педагогики Что Вы пришли И продолжите Те традиции Тот уровень Исполнительский Художный Который вот сегодня Есть у театра Когда мы были В Москве на гастролях На очередных гастролях И возле служебного входа Большого театра Стояли поклонники Новосибирского балета И спрашивали нас Молодых артистов Говорят А Крупенина приехала Потому что ее знали По предыдущим гастролям Ее полюбили А это Знаете Это Дорогого стоит Балет искусства Молодых И в конце Театрального сезона 1980 года Балетный дуэт Заслуженного артиста РСФЦР Юрия Гривцова И народной артистки Советского Союза Лидии Крупениной После блестящего Исполнения Ведущих партии В Жизели Покинул сцену И посвятил себя Учительству Это же надо думать Я урок ведь Приготавливаю Это весь урок Час Его должна я держать В голове И мне все говорят Лидия Ивановна Как вы все держите В голове Потому что Это практика Я все время работаю Я все время двигаюсь Я все время учусь Я читаю Наверное Это очень много значит Потом я запоминаю Я еще помню Все свои спектакли Которые я танцевала Я же передаю Ведущим своим С которыми работаю Я должна им все показать Они же не знают Когда приходят Этот спектакль Я им весь спектакль показываю Каждый раз Движения разные Я не люблю Повторять уроки Некоторые говорят Надо повторить Все такие движения А я люблю Разнообразить У меня каждый урок По-разному идет Комбинации разные Все Сама соображаю Сама Режу и выдумываю И потянулись Пяточку наверх Мне Повыграть Да Так Через первый назад Сейчас поясничку Держим Держим поясничку Наша профессия Наша профессия Такая Любовь Это состояние души Лидии Крупениной Она просто излучает Любовь И люди Отвечают ей Тем же АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Слушайте Кто-то подбежал ко мне И начал целовать Во время действия Меня Ага Когда ты свертел Я так и не поняла Ага Просто пробежал Поцеловал И убежал Ага Вот так вот Зрители Сказали Раз Меня поцеловал И опять пошел на место Я так и не поняла Это какой-то фанат Какие звучания Хорошо станцевали Сегодня Хорошо Даже переделали Даже переделали Хорошо не бывает Это точно Я просто говорю Вообще всегда говорим Давайте больше 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 Вот то-то 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 С каждым разом Все лучше и лучше Какие-то замечания Какие-то прибавки Просто говорим А может быть Вот так вот здесь Так сделай Давайте прибавим Вот это Вы понимаете Это сцена Это работа Понимаете Видишь Что человек это может Значит Высложняют И все Вот так они растут Я попала в театр Благодаря Леди Бомни Потому что Если бы она не настояла Ничего бы У меня вообще здесь И не было И не работала бы Я вообще здесь Потому что Она такой человек Это я не знаю Чудо Потому что Она никогда не скажет Плохого слова Она никогда не испортит Настроение Она никогда не подойдет Перед спектаклем Не скажет Ничего того Что может В принципе Как-то повлиять На твой выход Нет Она наоборот Подбодрит Если что-то было не так Она скажет Ничего Будем работать Все будет дальше нормально Ну таких людей Очень мало Вот таких искренних Которые полностью Вот Всю себя вкладывают В детей Вот в своих детей А вы чувствуете себя И детьми? Да Я чувствую Нет Я уже взрослым чувствую себя Я уже повзрослел С того момента Как со школы выпустился Ох хорошо Как Так Ты знаешь что Хорошо Только знаешь Мне не нравится ровес Ты так его дергаешь И он какой-то куцый получается Да Леночка Ну давай попробуем Давай попробуем Моя хорошая Очень медленно Не надо Знаешь Максимочка Вот вы когда делаете Раз-два Позу Раз-два Раз-два Чтоб твое лицо видно было От себя От себя Вот То ты раз И сгораживаешь Да Моя хорошая Просто приятно Когда человек приходит Видишь Видишь ее улыбку И самому хочется работать Иногда настроение такое Многие тяжелые А приходишь Видишь эту улыбку Видишь эти глаза Ну что Давайте начнем Она потрясающе чувствует Человека Потрясающе Мне ни слова Не надо ей говорить Чтобы она поняла Какое у меня настроение Ни слова Причем Она может завести Завести вот Что я начинаю работать Заводиться Так Еще что-нибудь Еще что-нибудь Причем Это все незаметно Вот вообще Она Ой Нехорошее Настроение Ну давайте По чуть-чуть Ну давайте И уже Начинаешь работать И уже забываешь Обо всем Многие спектакли Вот именно Благодаря ей Добились И выросли В то Что они есть Вообще Работа педагога Это 80% Успеха Артиста Нежная В разговоре Нежная Просто С ней Ну не знаю У меня мало Какое настроение Даже если оно бывает То она скрывает То она никогда Не покажет Этого Даже если у нее Что-то случается Она никогда В работу Это не принесет Она живет Детьми Вот нами Да Вот мамы Она живет Да живет Своими учениками Еще есть Много очень Учеников Да Да С ее подачи Столько солистов Вышло Это вообще Это очень Небольшое количество Ты наверное Самый педагог Который Такая фабрика По изготовлению Ведущих солистов У нее Потому что Вся работа У нее Все ведущими Становятся За кого она берется Потому что Вот мы пришли Естественно Не на партию ведущих Это раньше был закон Что человек приходил В театр На партию Кардебалет Ну это было нормально 14-й разряд Потом ему давали Что-то пробовать Получилось Не получилось Так шло-шло-шло Росла ступенька За кого она не берется У нее все ведущими Становятся Ален Шина Вместе ножички Дай, моя хорошая Вместе ножички Немножечко дырочка Как вот Уже ты делай Это Избивай себя Пойду Папа Пас Да, да Папочка Пожалуйста Иди Сели Она следит за тобой Не говори Я его люблю Да, это наша жизнь Конечно Мы Здесь Во-первых Проводим Очень много Времени Работа Такая Знаете Немножко Не то что Нервная А вот Ну Очень Да Переживаем Если что-то не так Бывает Не всегда Удается А особенно Работа Репетитора Понимаете Когда сам Танцуешь на сцене Как бы отвечаешь Только за себя Да Вот Сам переживаешь Конечно Но все-таки Отвечаешь за себя А вот работа Репетитора Она связана с тем Что Что-то отрепетировал А не вышли на сцену Твои ученики И ничем помочь Ты уже им не можешь На сцене Все Та работа Которую мы делаем В балетном зале Это пожалуй Девять десятых Нашего труда Вообще Вот Девять десятых Мы проводим В балетном зале То, что вы видите На сцене Это как бы Одна десятая Только Поэтому приходится Много потеть Это мой родной дом Это Вся жизнь Да И у Леди Ивана То же самое Еще больше Потому что Леди Ивана 60 лет работает В театре Я 38 Чуть-чуть поколение Стало Вы не замечаете Оно другое Оно рациональное Нам было не важно Сколько нам заплатят А они сейчас Ой Да Что-то я буду Выдавать Все Получаю вот столько И буду Вообще Из кожи лезть А мы тогда Не думали Ничего Мы работали Удовольствие получали Все отдавали Жили только этим Мы же жили Только театром Вы понимаете А сейчас И вообще Это не только театр Это вообще народ Такой был Народ совсем другой был Он более был Такой задушевный Более какой-то Был теплый А сейчас посмотрите И народ такой же Стал Народ такой Знаете Ага Это то Деньги Пойду куплю То-то Вот это Наряжусь То-то То-то Выграю Ему ничего не надо Вот Какой-то такой Знаете Расчекливый Вот Ну Сейчас Такое Ничего не поделаешь Каждый большой художник Устремлен в будущее В творчестве В служении ученикам Зрителям Людям Этот вклад Зависит От величины таланта Душевной щедрости Какого-то внутреннего Ликования И благодарности За то Что тебе дано И что тебе удалось Не сетуя Взрастить в себе И отдать Людям Субтитры создавал DimaTorzok Она всегда Она всегда была прекрасным Чистым Честным человеком Что очень важно И к сожалению Редко бывает В театральной среде Сейчас Когда Леди Ивановна Передает свой опыт Она передает Не только опыт И учит Молодежь Искусства балета Хорошему Профессиональному Мастерству Хорошей школе Добротной А она выпускница Одной из ведущих Российских Традиционных балетных школ Знаменитой Московской Балетной школы Она всегда Честно Занималась Своей актерской Профессией И за это Ее Мы всегда Любили И этим тоже Не только своим Профессионализмом Недосягаемым Совершенно А кристальными Человеческими Достоинствами Она пользовалась Таким уважением В трупе В театре И в городских Кругах У почитателей Балета У новосибирцев Для которых Это имя Только оно Произносилось Было всегда Действительно Самым высоким Самым уважаемым Символом Новосибирского Балета Это очень редкое Качество Очень редкое Сочетание И благодаря Такому Умению И владению Такими Качествами И возможностями Лидия Ивановна Смогла Не только Сама Стать Такой Личностью Выдающейся Она смогла Вокруг себя Создать Целую плеяду Учеников Которые Дай Бог Если впитали Хотя бы Частичку Ее мастерства И частичку Ее человеческих Возможностей Некоторые Считают За честь И до сих пор Но хотя бы Быть не дружны А чтобы Лидия Ивановна Относилась К ним Уважительно Чтобы Лидия Ивановна Обращала Внимание На этого Человека Это уже Большая честь Это уже Очень высокая Оценка Потому что Она сама Эталон Мирила И профессионализма И человеческих Качеств Вы все Вы все Так улыбались Хорошо Думают Какие счастливые Дети У нас Вы знаете С улыбочкой Все Главное В театре Знаете Главное Чтоб у вас Не было Пасмурное лицо Да Не думайте Никогда А вот Когда что-то Делаете Или занимаетесь Чтоб у вас Лицо Выражало Что вам Это Нипочем Вот сегодня Было Вот Посмотреть Было На вас Просто Очень приятно Аплодисменты 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 Спасибо.